МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Абгуст 39-го. Мир горячо обсуждает последнюю новость. Министр иностранных дел Германии Риббентроп прилетел в Москву. Два непримиримых противника, Германия и Советский Союз, подписали договор о ненападении. Западные державы напуганы сближением двух гигантов. СССР исключает из Лиги наций, США вводят против Советов торговые санкции, а японское правительство обвиняет Гитлера в предательстве общих интересов. Между союзниками растет скрытое напряжение. Тем временем в частной беседе Гитлер откровенничает. Все, что я делаю, направлено против России. Если Запад слишком глуп и слеп, чтобы понять это, я буду вынужден договориться с русскими разбить Запад и затем после его разгрома концентрированными силами обратиться против Советского Союза. Сталин, подписав пакт о ненападении, оттянул начало войны с Германией. Но пока еще никто не знает, надолго ли. Субтитры создавал DimaTorzok 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 За мной, кажется, опять следят. Это Шлезингер. И те же люди. Думаю, нужно их убрать. Сначала немцы. Нельзя. Только усугубит положение. Хорошо. Попробуй сам решить. И вот еще, товарищ Сталин, от Рамзая сообщение. Они готовы выполнить задание по устранению Люшкова, но при одном условии. Каком? Он требует выслать к ним из Советского Союза связную, Анну Клаузен, которая является женой радиста группы. В противном случае он отказывается выполнять задание и может распустить всю группу. От кого требует? От товарища Сталина требует? Тут не написано. Пусть мне позвонит Берия. Я думаю, что просьбу Рамзая мы сможем выполнить. Есть. Разрешите идти? Извините. Извините. Разрешите. Тут же прошел его. FTSE Что-то появился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, это ее почерк. Когда она приедет? Скоро. Что же мы будем делать? Выполнять задание. Хотя бы ради Ани. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Москва поручает нам убрать Люжкова. Надо найти людей, которые не связаны с группой. Без проблем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Томара. Томара. И еще в Москву хочешь, чтобы эта новость появилась в газетах? Это тоже можно устроить. Самое главное, узнать, где он находится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А ну, стой. Ты это куда? Тот человек только что забыл вот это. Я хочу вернуть. Давай мне, я ему передам. Нет-нет, тогда я останусь без денег. А, так вот ты о чём. Пойдём сюда. А ты сколько заработаешь? Иди уже отсюда. Спасибо. Господин майор, у меня на столе оказалась ваша старая папка. Материалы по делу русских радистов и немца Зорги. Нам даже досье на этого немца не дали. Хватит с нас. Если это никому не нужно, то и нам всё равно. Уйду сегодня раньше. Правильно. Надо немного отвлечься. Вы работаете и днём, и ночью. Я знаю, где зимой можно купить дешёвые цветы. Несуйся куда не следует. Ясно. Стой. Так что там, где их продают? В магазине Сугавара. Помнишь, я тебе говорил, что наши претензии к польше дансингам не ограничатся? Угу. На, почитай, телеграмма. В ночь на 31 августа группа солдат польской армии совершила нападение на радиостанцию в городе Грявице, расположенную на самой границе с Польшей. Фюрер не стерпел такого оскорбления. Германия вынуждена объявить Польше войну 1 сентября в 4 часа 45 минут, вооружённые силы Рейха перешли польскую границу. Который час? Что за шутки, Игорь? 23 часа 17 минут. Значит, в полдень уже 7 часов 32 минуты, как началась большая война. Выпьем. Выпьем за Германию. Я люблю Германию. Наконец-то вся эта меркантильная сволочь. Французы, англичане и халуи, поляки, у которых кроме их специй нет ничего, за душой получат своё. Все ответят за то оскорбление, которому они подвергли Германию в Версале. Я тоже люблю Германию, Аген. Но война для Германии губительная, Аген. Ты сам воевал и прекрасно знаешь. Теперь всё будет по-другому. Знаешь, во время правления Сигуната на острове Насима, не выдержав осады врагов, все жители покончили жизнь самоубийством. Все. И солдаты, и женщины. Если, как ты говоришь, семь часов назад началась большая война, то мир превратится в точно такой же остров. Это самоубийство и… Давай не будем учить фюрора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 1 сентября 1939 года в 4.45 утра немецкие войска вторглись на территорию Польской Республики. 3 сентября войну Германии объявили Франция и Великобритания. Этой войны ждали, её готовили и до последнего отказывались верить в то, что она станет реальностью. Теперь колесо смерти закрутилось на полную мощность. Его уже невозможно остановить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Браво! Опять пришёл. По твоему ухажёру можно часы и дни недели проверять. Каждый вторник и пятницу, ровно в восемь часов. Как его зовут? Не знаю. Что? Он таскается уже несколько месяцев, а ты о нём ничего не знаешь? Ничего. А как узнаешь? Он молчит всё время. Ничего не говорит? Здравствуйте. Спасибо. Немногословен. Вот именно. Здравствуйте, господин. Желаете сделать заказ? Здравствуйте, Ханако. Мне как всегда. Вот это вам. Спасибо. Красивые цветы. Здравствуй, сестра. Я с вами был Игорь Негода. Я получил твоё письмо. Прошло столько лет, но у меня до сих пор не покидает чувство вины. Я был молод и казалось, что мы с отцом поступаем правильно. Когда пришло осознание всей подлости нашего поступка, мне не хватило смелости поговорить с тобой об этом. Зорге ни в чём не виноват. Я люблю тебя, сестренка. Я вас тоже. Только не вздумай плакать. Прав был отец. Все они подлецы. Другой. Другой. Гельма. Господи, Евгин, ты что, ты пьян? Ничего подобного. Мы, между прочим, с Рихардом решаем государственные вопросы. Это от кого? От брата. Передаёт тебе привет. А? Ты плакала? Нет. Не надо плакать. Гельма. Пойдём, дорогой. Тебе нужно лечь. Может быть кофе господин Зорге? Нет, спасибо тебе. Ну, и как он? Спит. Мне пора. Я вас провожу. Вы даже не дали мне шанс оправдаться. Мне кажется, это несправедливо. Даже приговорённому к смерти дают последнее слово. А я ни в чём не виноват, Гельма. Рихард. Я знаю Рихард. Врат написал мне письмо. Прости. Столько времени прошло, и... Ничего нельзя вернуть. Я замужем, у меня двое детей. Я прошу тебя. Неразрушай мою жизнь. Гельма. Иди, Рихард. Иди. Наша. Гельма. Господин, прикурить не найдётся? Отвали. Чудный букетик. Забирай. Ты что? Это же твои. Брать чужие цветы — плохая примета. Держи. Скажи честно, он ещё к тебе приходил? Приходил. Но я ему не открыла. Почему? Не могу его простить. Ты что? В своём уме? Сколько он к тебе уже приходил? И сюда, и домой? Что он ещё должен сделать? На колени перед тобой встать? Почему на колени? Я этого не говорила. А как он может с тобой объясниться, если ты от него спряталась? Оставь свою гордость. Не будь дурой. Езжай к нему. Учти, такие парни на дороге не валяются. Да хватит уже. Ну, как знаешь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Проходи. Но не здесь же нам с тобой стоять. ПЕСНЯ То есть ты хочешь сказать, что это был совершенно незнакомый тебе человек? Я вот просто так, вместо того ни с сего избил тебя, трепил. Может, что-то его взбесило? Что? Я не знаю. Да, сомневаюсь я, что это был просто незнакомец. С Арнавом что? Полиция все проверила. Нет ни машины, ни Арнава. Не нравится мне все это. Этот с орден, у него роман с женой немецкого посла. Тайный. У них любовь. С кем ты сказал? С женой германского посла. Ты сфотографировал это? Он целовал ее. Я видел это собственными глазами. Кто же вы такой, доктор Зоргин? Чем могу помочь? Мы бронировали номер на имя Нисимура. Одну минуту. Совершенно верно. Вы заказывали номер люкс. Пятый этаж. Спасибо. Прошу вас, господин Нисимура. Зачем вам оружие? Думаю, оно не понадобится. Но на всякий случай. Зачем вам оружие? А вам надо спуститься вниз и сделать так, чтобы портье запомнил, что вы ушли. А ты? А я? На слуг и на сельщиков никто внимания не обращает. Ушел. Пробежал. Не заметили. А у вас будет алиби. А у вас будет алиби. Здравствуйте. Слушаю вас. Скажите, где тут ближайшая аптека? Здесь за углом. Но вам незачем ходить самим. Скажите, какое вам нужно лекарство, и я пошлю коридорного. Не стоит. Мы хотим пройтись. Хорошо. Приятной прогулки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поднимись наверх и позови к телефону охранника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Простите, вы кто такой? Что вы тут делаете? Что? Что вам надо? Продолжение следует... Они пишут, что Люжков покончил с собой, выпрыгнув с последнего этажа отеля. Собаки собачья смерть. Коба. Группа Рамзая снова подтверждает свою преданность. Но они находятся под грифом «Ненадежный источник». Может, снимем этот гриф? Вы свободны, товарищ Ворошилов. Стой! Если товарищ Сталин тебя простил, думаю, что все, передай мужу, если что, мы и там вас достанем. На! Здесь деньги и документы. А ты деньги получишь, когда доставишь. Голосованный, я знаю. Поехали! 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 Анна! Анна! Дружище, у нас сегодня очень много дел… Ангелин сказал, что у вас сегодня приём, я, вроде как, приглашу. Это и есть дело. Хеффлер прилетел. Жаждаю с тобой познакомиться, без твоих знаний даже старый волк ничего не может сделать. Ну, куда уж, где до него-то? Нескромнейшим. Хеффлер ни черта не понимает в Японии, зато очень хорошо знает, чего хотят на Гальгелемстрассе и, главное, с каких позиций нужно разговаривать с японцерным. Интересно. С каких же позиций? Фюрер считает, что все старые дипломатические штучки нужно выбросить на помойку. Великая Германия должна разговаривать с миром по-новому. Ну, я всё-таки не хожу. Брать за горло каждого, с кем хочешь завязать дружеские отношения. Вот Хеффлер этим и занёсся, а мы ему расскажем, как это лучше сделать. Далой церемонию. Дипломат фюрера должен уметь запугивать. Прострашный человек, господин Парсел. 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 Какая погода в Москве? Я не была в Москве. Меня держали в лагере. Потом сразу отправили в Хабаровск. Хочешь вина? Его сладко, как ты любишь. Как ты его убил? Кого? Рихарда. Его не убивал. Он жив. Я ему все рассказал. Это он тебя вытащил. Как давно я не пила хорошего вина. Простите. Рихард. А хотя бы вас познакомить в спецпосланнике министра господин Херфер, доктор Зорги. Наслышан, наслышан. Золотой первый рейх. Благодарю вас. Я польщен. Вас тут неплохо, господин Зорги. В Европе война. А тут мирно сияет солнце. Пляжи переполнены. Поль с дождью занимаются коммерцией. Рестораны и мастерские. Дождь бои в Китае закончились. Японцы вообще философски относятся к жизни. Ну, ничего. Мы быстренько разрушим эту их идею. Оно отличаются дела. Но, к сожалению, до встречи с представителями японского МИДа не могу разглашать. Все потом. Потом. Хотела у вас познакомить с помощником военного министра. Подождите немного. Твоего сегодня нет. Удивительно. Впервые за несколько месяцев. Ну и что? Да ничего. Просто скучно и обидно. Мне все равно. А твоего сегодня нет, что ли? Он вовсе не мой. И какое вам до этого дело? Мы обязаны этим заняться. Обсуждаются государственные тайны. Ну, что вы дыхает? Просто не все еще до конца понятно. В нашем небольшом коллективе все только что и говорят о вашем приезде. Судя по тому, что вы здесь, смею предположить, что продолжатся переговоры о заключении военного пакта между Германией и Японией. Хотя, скажу вам честно, что Япония сама стремится на союз с Германией. Так как готовящаяся их пансея на юг непременно столкнет военные интересы Японии с военными интересами Англии и Америки. Действительно, от вас ничего невозможно утаить. Ну, что ж, в таком случае задача намного облегчается. И вы можете подсказать, как быстрее уломать конвей? Все, чем смогу. Фюрер не оставляет надежды повернуть Японию с юга на север против Советской России. Ну, а как же пакт о ненападении со Сталином? Фикция. На Европе Гитлер лишь оттачивает зубы. А главное сокрушить Советы. Нам необходим союз с Япониями. Будем держать ее в руках. Фанако. 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 До завтра. Хорошего вечера. И тебе. Фанако. 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 Как вы меня напугали. Я сегодня не успел к ужину, а букет купил заранее. Было бы несправедливо, если бы ваши цветы завяли. Вы ненормальный. Что вы себе позволяете? Вы хотя бы понимаете, насколько глупо все это выглядит? Не ходите больше ко мне. И цветы не носите. Точно известно, что Каной дал указание Мацуоке, чтобы тот выяснил через советское посольство, как в Москве могут воспринять перспективы заключения пакта между Японией и Советским Союзом. Ответ пришел положительный. В Москве известно о желании Германии подписать пакт с Японией. Также о разногласиях тоже известно. Хотя договор между Японией и Советским Союзом был бы хорошей пощищенной Гитлеру. Да. Ты просил книгу Танаки, вот она. Все в тыльной стороне обложки. Спасибо. Очень кстати. Чёртов упрямец этот ваш принц. Упёрся по поводу вот этих пунктов. Наш пакт с советами. Просто кость в городе. Они никогда не просят русским ни Хасан, ни Халкингол. Ихард, прочти. Надо как-то так это написать все. Да, как-то несколько распрощится. Получается, что Япония должна признать руководство Германии и Италии, но при этом отношения с советами в договоре затрагиваться не должны. Интересно. Господин посол, все готово. Господа, пойдемте обедать. Да, вы идите, а я здесь посижу, подумаю. Ну, ладно. Как знаешь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Гитлеровская коалиция Окончательно закреплен В тексте Берлинского пакта Германия и Италия достается Главенствующая роль в Европе Японии Господство над Азией Однако японцы не собираются Связывать себя с Гитлером Слишком жесткими обязательствами Они ведут собственную игру Независимо от того Вступит ли Германия в войну с Советами И от того, когда это случится Токио оговаривает для себя Полную свободу действий Гитлер обижен Но вида не подает Ну как там твой немец? Рамзавис сообщает, что Военные договоры между Японией и Германией Будет подписан очень скоро Также резидент Это подтверждает из Берлина Что там ждут Министр иностранных дел Японии Мацуоку Клим А что, если На обратном пути Этот Мацуоку Заедет к нам в Москву Надо поставить задачу перед Молотовым Представляешь лицо Гитлера Когда он об этом узнает Куба, а как ты думаешь Германия нападет на нас Я думаю Это полная ерунда Гитлер Блифует Гитлер Он не станет воевать на два фронта Да Заставили мы Вертеться Этим пактом всех А как ты думаешь Клим Кто кого обманет Мы Гитлера Или Гитлер нас Правильно Мы его обманем Японцы прочат ускорить подписание нового пакта между державами А Синова Фюрер тянет Почему? У нас со Сталином пакт А не нападение А премьер-министр Юнай торопит Видимо, придется ненадолго съездить в Германию к Риббентропу Рихард, я тебя очень прошу Пожалуйста, мне нужен такой текст договора В котором нет ни единой строчки Направленной против СССР Чтобы устраивал и Японию И Италию Можете на меня положиться Документы возьмешь и по тридцам Слушаюсь, мой генерал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я так соскучился Да подожди Мы не виделись всего неделю Для меня это была целая вечность ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 У меня есть деньги. Я же сказал, мест нет. Рихард, пойдем. Остань. Послушайте, у вас полно свободных мест. Все заказано. Рихард, пошли в другое место. Он не имеет права. Позовите управляющего. Я сейчас позову полицейского. Слушай, пойдем в другое место. Пожалуйста, Рихард, пойдем. Ему моя одежда не нравится. Слушай, я не хочу в ресторан. Страна катится в бездну, а они сидят, веселятся. Перестань. Буржуи. Мне этот ресторан не нужен. Знаешь, мне этот ресторан тоже не нужен. Полиция! Полиция! Если что, банальной смерти на войне И сентиментальной встречи при луне Если что, кругли твоих колен Колен твоих, их лебедей Моя лили моралей Моя лили моралей Моя лили моралей Это несправедливо, Гельма. Разделение людей на бедных и богатых – это просто отвратительно. Слушай, ну мир таков. Что с этим поделать? С этим надо бороться. Жёстко и беспощадно. Витрины бить? Да, и это тоже. Ты пойми, что богатые никогда не отдадут своё богатство бедному. Между прочим, вот этими бедняками и заработанные. А наша задача – забрать у этих буржуев всё награбленное и разделить между всеми трудящимися. Тогда мир станет прекрасным и… и все будут счастливы. Знаешь что, Ик, если за бедных заступается такой прекрасный человек, как ты, я за них не переживаю. Ну, и где твои коммунистические идеалы? Куда они подевались? Ты выглядишь, как настоящий, респектабельный буржуа. Ну, если мне нравится носить красивую одежду, это ещё не значит, что я не борюсь за справедливый мир. – А ты борешься, да? – Борюсь. – Двадцать лет. – Двадцать лет. Тогда я вообще ничего не понимаю. Я не понимаю этого мира. И я боюсь его. Когда… Когда Эйген стал выкрикивать «Хай!» или поднимать руку, в его глазах что-то такое дикое появилось. Это страшно. Может быть, я плохая патриотка, но я не понимаю, почему Гитлер хочет уничтожить целые народы, чтобы немцы были счастливы. Разве это справедливо? Германия – это не Гитлер. Германия – это Шиллер, Гёте, Бах. Германия, которую ты любишь, которую я люблю. Я не хочу, что она опять воевала со всем миром. Но ты-ка, ты служишь этой Германии. Ты служишь Гитлеру. Давай, ты же има. Куда? Куда хочешь. Южную Америку. Австралию. Туда, где можно пережить все это европейское безумие. Это безумие никогда не кончится. И ты знаешь, что это невозможно. У меня же дети. Тебе нужно будет выбирать. Тебе придется выбирать. Тебе придется выбирать. Дорогая, ты где была? Напугала меня. Ты не рада меня видеть? А ты что? Я обзвонил в суперекмахерские магазины, где ты бываешь. Я даже Гинтера посылал, чтоб тебя найти. Я тебе привез подарки. И я думал с тобой пообедать. Да. Рихард пригласил меня на обед. Мы были в Акуре. Пройдуха. Опередил меня. Гуснем бдительно. Некоторые фрау говорят, у него глубокий пронзительный взгляд, от которого невозможно оторваться. Если женщина попадает в его поле зрения, то она уже у него в плюну. Я стойкий солдат. А с тобой я с удовольствием поужинаю. Я уже должен ехать в посольство. Прости, милая. До вечера. Субтитры сделал DimaTorzok Чёрт. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Рад. Очень рад. Есть новости. Интересно. Кстати, я тебе благодарен за гельму. За гельму? А что это за место? Акура. Акура. Телефон сегодня просто не умолкает. Да, слушаю, Зорге. Рихард, Эгин застал меня врасплох. Пришлось сказать, что ты повел с меня обедать в Акуру. Да, Эмма Мороса. Ну, конечно. Конечно, приеду. Алигаты газонисты. Что ты там говорил-то? Прости. Гельму, говорила, вы были в каком-то ресторане? Прекрасная местечка. Да? Фюрер приготовил нам большой сюрприз. Грядут великие события. Да. Скоро все изменится. Что? Германия скоро начнет войну. Против СССР. Когда? Точно неизвестно. Скорее всего, после того, как будет подписан пакт с Сипонией. Ну, а как же пакт, а не нападение с Советами? Что такое пакт, Рихард? Это просто бумажка. Так, вот нам поручено подготовить договор о военном сотрудничестве с Сипонией. Это личное поручение Риббентрупа. Мне и доктору Зорге. Документы по нашей армии. Ну, и как срочно? Как всегда. Это нужно было сделать еще вчера. Скоро из Берлина к нам прибудет спецпосланник Риббентрупа Херфер, который нам и поможет написать этот договор. Интересным. Перед захватом Польши Гитлер еще пытался соблюдать внешние приличия. Миру было объявлено. Третий Рейх вел армию для отражения агрессии. Незадолго до вторжения эсэсовцы инсценировали нападение на немецкую радиостанцию в польском городе Гляйвице. Однако того, чего боялось немецкое руководство, так и не случилось. Ни Великобритания, ни Франция, объявив Германии войну, так и не пришли полякам на помощь. Теперь руки у Гитлера были развязаны. Прошло меньше года, и под властью Третьего Рейха находилась уже половина Европы. Дания, Норвегия, Нидерланды, Люксембург, Бельгия, Франция. Фюрер больше не нуждался в благовидных поводах для своих завоеваний. Но в конце концов, не он, не Гитлер первым произнес слово «война». Ближайшая задача Гитлера – авианалетами на английские города устрашить Великобританию и вывести ее из войны. Тогда путь на восток, плодородным землям Украины и нефтяным запасом за Кавказе будет открыт. Уже ведется работа над планом операции «Барбаросса», однако сроки вторжения в Советский Союз пока под вопрос. Многое зависит от того, как поведет себя Япония. Рамзай сообщает, Гитлер решительно настроен начать войну и разгромить СССР, чтобы использовать европейскую часть Союза в качестве сырьевой и зерновой базы. Иными словами, он хочет дождаться окончания СССР, чтобы потом просто собрать урожай. Решение о начале войны будет принято Гитлером в мае. Ну и что из этого? Ну, есть еще сведения из Берлина. Немецкие солдаты возвращаются из Франции, но домой их отпускают временно, под подписку, чтобы они вернулись в свои полки по первому требованию. Лаврентий Павлович, тебе не кажется, что сегодня товарищ Ворошилов нас решил поразвлечь кухонными сплетнями из немецкого посольства? Никак нет, товарищ Сталин. Все эти факты при сопоставлении по мнению Рамзая говорят о том, что Германия готова начать войну с Советским Союзом. По его мнению? Да кто он такой, твой Рамзай? Что это за факты, Климент? Я понимаю, этот сынок немецкого нефтепромышленника привык собирать разные сплетни в теплых постелях разных женщин, кто куда уехал, кто куда приехал. Разве это серьезно? Разве это работа советского разведчика? Но эти сведения подтверждают и другие источники. Сведения. Лаврентий Павлович, разве Гитлер не ведет к войну? Что необычно ценного в донесениях и сведениях твоего Рамзая? Переброска техники. Гитлер хитрит. Он хочет запутать англичан. Да. Товарищ Старков, есть еще сведения? Послушай, Клименте, я хочу получать от своей разведки документы и факты. Они есть у твоего Рамзая? Получилось так, что сейчас у него нет связного, и он не может переправить нам эти документы, которые он сфотографировал. Что-то подозрительно, а, Лавренти? Так точно, товарищ Сталин. Нужно подумать, кому выгодна эта массовая дезинформация относительно нападения Германии на СССР. А что тут думать? То есть англичанами выгодно. Может, этот Рамзай на них и работает. Ты передай ему. Пусть найдет способ переслать документы. Мы будем думать. А анализировать здесь есть кому. Так и передай ему. Рихард, дружище. Слушай, тут такое дело. У меня есть поручение от СД. Пустая формальность, но сам понимаешь. В общем, я должен составить подробную биографию на каждого сотрудника посольства. Замечательно. И в чем дело? Ты понимаешь, тут есть такая неувязочка с твоей биографией. Целая жизнь выпала. Вот, взгляни. Вот смотри. После ранения до двадцать четвертого года всего абзац. А с двадцать четвертого по тридцатый вообще всего две строчки. Странно. Знаешь почему? Нет. Потому что вот в это время ничего не происходило. Я просто учился, потом жил в одном месте и просто работал. Понимаешь? Да, но раньше у тебя… А раньше я был молодой и глупый. Смотри, Санта, я приехал в Японию в тридцать шестом году. Угу. А сейчас тридцать девят. И? Три года. Всего одна строчка. Потому что ничего не происходит. Нет. Я так рад этому повару. Я свое отвоевал. Я серая мышь. Я простой, неинтересный человек. Так и можно написать в СД. В Зорге тусклая, никчемная личность. Извини. Со скучной биографией. Ну, не скромничай. Не такая уж ты тусклая и никчемная личность. Вот, взгляни. Возможно, тебя заинтересуют эти… фотографии. Знаешь, как мужчина, я, конечно, тебе завидую. Ты всегда нравился женщинам. Как это у тебя получается? Может, научишь меня? Что ты хочешь? Вот не тот человек, который должен возглавлять посольство. Мы с тобой должны помочь Германии избавиться от плохих руководителей. Это раз. И второе. Я хочу, чтобы мой шеф приносил доклады фюреру, раньше Риббентропа. Чтобы информация там была точнее, а аналитика глубже. И я очень надеюсь, Рихард, что ты не откажешься мне в этом. Спасибо, Рихард. Я был уверен. Мы же друзья, Рихард. На фотографии сожги или оставь себе на памяти. У меня есть негативы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Из Парижа. Прямо к самолету привезли. Какое красивое. Спасибо. А теперь я о самом главном. Я был у Анны. Закончил третий год с высшим балом. Скучает. Передает тебе привет. Такая красавица стала. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Будь замечательный доктор. А это Курт. С друзьями. Один шаг до офицера. Я обещал, что на выписку из училища мы прилетим. Обязательно. У них скоро учение. Попросил перевести его на восток. Почему? Скоро узнаю. К концу сорокового года на Гитлера работает вся европейская промышленность. Германия кажется непобедимой. У нее лучшие в мире танки, минометы, артиллерийские орудия, самолеты. У нее испытаны и в боях солдаты, и офицеры. Общая численность вермахта составляет более семи миллионов человек. Но в Кремле уверены, Германия не решится на войну с Союзом раньше 42-го года. Пока не одержит победу над Великобританией. По первоначальному замыслу Гитлера вермахт должен был напасть на Советский Союз весной 41-го года. Планы поменялись в последний момент. Фюрер временно отложил наступление на восток и направил войска на Балканы. Фюрер временно отложил на восток и направил войска на восток и направил войска. Фюрер временно отложил на восток и направил войска на восток и направил войска. Фюрер временно отложил на войну ввуки. Фюрер временно отложил на восток и направил здание. Да, спасибо, Воронго, всё хорошо. Не понимаю, Гитлер заключил договора о ненападении чуть ли не со всей Европой. Но это не помешало ему начать войну? Да, Гитлера любой договор — это просто бумажка. А японцы этого не понимают? Это все понимают, не только японцы. Но каждый верит в то, во что он хочет верить. Ну да. Вот, передашь это связному. Да пошел. Сам передавай, если тебе нужно. Я больше не пойду. Эдит, ты опять начинаешь. Не трогай меня. Ты специально это делаешь? Ждешь, что меня арестуют, а сам спокойно будешь шляться по девкам? Что ты несешь, дура? Заткнись! Сам заткнись! Да вы как раз ведиоба! Вы что, забыли, зачем мы здесь? Чем мы здесь занимаемся? Ну, ты же мне обещала. Эдит, ты много раз это делала. И каждый раз ты это делала блестяще. Вот именно. Много раз. И только я знаю, чего мне это каждый раз стоило. Ну, послушай, Анна здесь… Анна недавно приехала. Она не знает города. Она не знает языка. Мне некого больше послать. Анна, несколько раз. Много раз. Анна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините. Здравствуйте. Не подскажете, где тут можно нормально поесть? Это не так-то просто. Хотя за углом дивная французская булочная. Там всегда есть вкусные круассаны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Большое спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Принесли? Да. Давайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отвернитесь. Мне нужно поправить чулок. Ублюдок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Веч! Стерва! Заходи. Где Бранков? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А где Бранков? На работе. Интересная такая работа. Глаза косые, сиськи маленькие. Зовут Йосика? Не говори ерундой. Поверь, я бы знал. Ну да, ты же разведчик. Я тоже. Вот, нашла это у него в кармане брюк. Давай выпьем, Рихард. Ну, и что ты собираешься делать? Развод, я его больше не люблю. Я ухожу. Я не могу здесь больше жить. Как же я ненавижу эту страну. Как же я ненавижу эту работу. Как же я ненавижу тот проклятый токен. Как же я ненавижу тебя. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Здравствуйте, я редактор агентства ГАВАС. Бранко дал этот номер для экстренной связи. Передайте, пожалуйста, что мы его ждем в агентстве ровно через полчаса. Хорошо, господин Инсен. Хорошо, господин Инсен. Благодарю вас. Черт бы вас всех побрал. Что там? Звонил господин Инсен. Да с ума сошли. Что у вас происходит? Сидит. Рихард, все кончено. Она хочет подавать на развод. Ты прости, я не успел тебя предупредить. Но мы с ней разные люди. Она хочет уехать к сестре. Рихард, что мне делать? Что тебе делать? Что нам делать? Я запрошу московое разрешение о вашем разводе. Рихард, прости. В связи с создавшейся ситуацией, прошу Центр дать разрешение на развод Джигала с женой. Рамзай. Слушай, чем они у тебя там занимаются? Это разжидка или бордель? Рестораны, женщины. А теперь развод. По-моему, они слишком шикарно живут за деньги трудового народа. Да тут дело-то не в деньгах. Мы ведь и так урезали финансирование группы Рамзая больше, чем наполовину. Товарищи живут на деньги самого Рамзая и на те средства, которые зарабатывает мастерская Макса Клауза. Значит, мало урезали. Советскому человеку в голову даже мысль не может прийти о разводе. Тем более, если этот развод разрушает тело. Согласен. Но если мы оставим жену Джигала в Токио… Ладно, черт с ней. Пусть едет. Только не за наш счет. Нет. Нет, не надо что-то. Вы надеете? Нам нужна нефть. Понимаешь? А в этой ситуации… Прости. Прости, Курс. Я тебя покинул. Рихард! Привет. Привет. Ты что, вчера перепил что ли? Прими мое поздравление. С чем? Да ладно. Эта глянцевая галоша от тебе ничего не сказал? Берлин официально признал тебя лучшим журналистом Рейха на Востоке. Ты рад? Даже не знаю. Я как-то не очень чувстволюбив. Да ладно. Брось. Все мы хотим быть лучше других. Я, например, тоже мечтаю о повышении. Может быть меня наконец переведут куда-нибудь из этой чертовой дыры Японии. Давай присядем. Кельнер, два чая, пожалуйста. Надоели эти косоглазые. Представляешь, они обратились к нам с просьбой предоставить им новейшие радиопеленгаторы фирмы «Сименс». Я спрашиваю у Кавайа, зачем? Он глаза опустил, молчит. Стыдно. Потом под большим секретом признался мне, что здесь у них в Токио уже несколько лет действует какой-то передатчик, контрразведка буквально с ног сбилась. Кавайи пинают на каждом заседании. Сегодня они встречаются с ОТО. Поезжай с ними. Я хочу знать о чем они будут говорить. Они считают, что здесь действует какая-то крупная разведывательная группа. Если это так, то я должен об этом знать. Перестань. Обычная японская шпиономания. Благодарю вас. Они принимают своих радиолюбителей из иностранных агентов. Это же смешно. Знаешь, у нас в Гамбурге был похожий случай. Мы искали один радиопередатчик, который каждую ночь выходил в эфир и передавал одно и то же при восьме. Когда его арестовали, оказался обычный шизофреник. Сидел в гестапо, трясся, слюни пускал. Извинялся. Плакал. Выяснилось, на языке радиолюбителей три восьмерки означает «я вас люблю». Так вот этот идиот решил признаться в любви всему миру. А гестапо буквально месяц стояло на ушах. Ну, и что вы с ним сделали? Посадили по обвинению в симпатиях к коммунистам. То есть? Ну, он же передавал «я вас люблю». Коммунисты могли принять это на свой счет? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну да. Да, железная логика. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я всё правильно понял? Ты просишь перевести тебя под начало Кавайи. Ты же сам говорил, что с ним невозможно работать. Да. Но теперь я хочу довести расследование с передатчиками до конца. Хорошо. Я подготовлю приказ. Переходи в группу Кавайи. От имени японского правительства я хочу поблагодарить немецкое посольство и лично вас, господин посол, за передачу в наше распоряжение новейших пеленгаторов. Это наша общая борьба. Американцы чувствуют себя, как дома у нас в Токио. Мы не можем настичь их. Убьем одного, на его место приходят другие. Их рация не умолкает. А теперь им всем придет конец. Американским? Да, само собой. Русская разведка уже провалилась, когда в наши руки попал Люжков. Вы помните такого, надеюсь? Да, конечно, конечно. А, кстати, что с ним? Он свел счеты с жизнью. Какая глупость. Господин полковник. Ты что здесь делаешь? Назначен командиром полицейской роты. Прибыл в ваше распоряжение. Даже не думай. Уходи. Со мной ты работать не будешь. Иди, иди. Прошу прощения, господин посол. Надеюсь, немецкие специалисты помогут нам освоить эту технику. У нас, в уме, значительные проблемы с кадром. Господин полковник. В чем дело? Не слышал, что я сказал? Я ошибался. Приношу свои извинения. Вы были совершенно правы. Что ты там бормочешь? Не слышу. Виноват, господин полковник. Я допустил ошибку. То есть, признаешь, что ты болван? Да. Так точно. Признаю. Что ты признаешь? Что я? Болван, господин полковник. Ладно. Работай. Я сделаю из тебя настоящего полицейского. Как настрои, господин полковник? Мне больше, чем надо. Дураков следует учить. Этот идиот серьезно доказывал мне, что доктор Зорге – русский шпион. Интересно. А почему он так решил? Вы не догадаетесь. Потому что вы рыбу ловили. Я отстранил этого идиота от ведения дел. Дай ему волю, он пересажает все немецкое посольство. А сейчас, господа, я приглашаю вас на обед. Отметим сегодняшнее событие. Макс. Спасибо. Привет, капиталисты. Привет. Заботы поднимают с раннего утра и работают они до глубокого вечера. А ночью их мучают кошмары. Прибыль, убыль, дефицит. Срочно нужен профицит. Не покидывайся. Не покидывайся. Сердце мышь. Выскакивает, когда видишь надпись. Макс Клаузен, дико. Тем не менее, наша фирма покрывает расходы группы. И еще кое-что остается. Несмотря на то, что Москва сократила финансирование в два раза. Еще эта история с Эдит. Да, это моя вина, ребят. Не надо было давать разрешение на рождение этого ребенка. Не надо. Раз ты, господь Бог. Но я отвечаю за каждого члена группы, Макс. А мне жаль, Эдит. Она выгорела. Но если бы она еще оставалась здесь, это было бы опасно для нас. Кстати, я могу работать вместо нее. Ваши документы, пожалуйста. Документы. Паспорт, пожалуйста. Паспорт. А что у вас в сумке? Что это? Да, я хочу посмотреть. У меня есть куры. Куры. Понимаете? Куры? У меня есть куры. Курица? Это, вот это. Это корм для кур. Куры. Для курицы. Корм для курицы. Да. Понятно. Спасибо. Спасибо. Вы свободны. Господи, я думала, что я просто умру от страха. Я думала, что я еще секундно и убегу. Особенно, когда он подошел и стал лезть в мою узелок. Как тебе в голову могло прийти про курт? Ко-ко-ко-ко. Наверное, от страха. Ладно, ребята, теперь давайте серьезно. Макс, нужна связь с Москвой. Есть очень серьезная информация. Первая от Хирфера. Боюсь, что для Гитлера пакт о ненападении с Советским Союзом всего лишь бумажка для отвода глаз. А вторая информация — это Адзаки. Хирфер уламывает каное повернуть в Японию. С юга на север. И что, принц? Адзаки призывает его не верить Гитлеру. Ну, как? Да все вполне логично. Гитлер не раз обманывал Японию. Почему проиграли молниеносную войну так хорошо продуманной экономой? Потому что Гитлер поставлял человек конше оружие и держал там своих советников. А как поступил Гитлер, когда Япония терпела поражение за поражение на Холкинголе? И все, ребят, потому что он хочет завладеть их Тихоокеанскими колониями. А человек, претендующий на мировое господство, способен на все. Адзаки думает, что Каное прекрасно сейчас понимает, что единственный разумный выход для него — это начать параллельные переговоры с Советским Союзом. Ика, неужели война неизбежна? Понял там. Понимаешь ли, в чем дело? Если один сумасшедший заставляет всю нацию на мир смотреть через прицел, боишься туда? Господи, боже мой. Бедные немцы. И все остальные тоже. Господа, покупайте сосиски аншигер. Они вечные, как время, свежие, как газетные новости. Господа, покупайте сосиски аншигер. Горчицы бесплатно. Господа, покупайте сосиски аншигер. За вами танец. Обязательно. Господа, покупайте сосиски аншигер. Горчицы бесплатно. Господа, прошу вас, покупайте сосиски аншигер. Покупайте сосиски аншигер. Горчицы бесплатно. Господа, сосиски аншигер. Фрау, не желаете сосиску? Нет, Рихард, спасибо. У вас очень красивое платье. Благодарю. Пытаюсь соответствовать статусу жены посла. Да. Как вам портрет? Вы знаете, фрау, меня интересует не столько внешнее сходство, сколько внутреннее видение японского художника. Ну, то, как он представляет нашего фюржа. Я согласен, это немного примитивно, но вы знаете, достаточно искренне. А по-моему, это мазня. Доктор прав. Именно. Искренность. Нет. Дадите мне одну напоробу? Конечно, прошу вас. Благодарю. О, пожалуйста. Прекрасно. Спасибо. Прекрасно выглядишь. Благодарю. Только пропахайте мне сосиску и закольчиков ногти. Ну и что вот там делать? Вылизывает важного гостя из Берлина. Тебе не кажется, что намечается что-то серьезное? Пойду узнаю. Не забудь рассказать, не прошу. Госпожа, вы что хотите уморить своего гостя голодом? Хорошо, вас. Товарские сосиски. Горчицы. Вот и зорги. Знакомьтесь. Полковник Шильднехт. Сосиски очень кстати. Доктор. Рихард. Зорги. Вашим услугам. Расслужить. И кто ж вас не знает. Ваши статьи цитируют в Берлине. Я благодарю вас. Ну, а что нового в столице? Последняя новость – перелег Герса к англичанам. Ну да, я это слышал. Ну и как вы думаете, это что, предательство? Исключено. Фюрер не сомневается в его преданности. Скорее всего, бедняга просто сошел с ума. Он пять месяцев к этому готовился. Написал письмо фюреру, что хочет помочь спасти нордическую расу. Бедный Гесс. Вот к чему приводит эта дурацкая тяга к мистицизму и астрологической дури. Фюрер опасается, что союзники подумают, что Гесс полетел туда для того, чтобы вести переговоры о сепаратном мире. И тройственный союз может развалиться. А сейчас это очень не кстати. То есть вы имеете в виду войну с Англией? Нет, дорогой. У Германии есть более важные задачи. Гитлеру вовсе не нравится воевать с Англией. Но он вынужден делать это, пока у власти находится этот шут Черчилль. И вся эта кучка сумасбродов, управляемая евреями. Чем бы не закончилась война с Англией, выиграют от этого только Америка, Россия и Япония. Ну, это я понимаю. При всей своей симпатии Америка очень радуется нынешним потерям Англии. Уж очень хотят прибрать к рукам их колонии. Да, но Америка далеко. А вот Россия, этот хитрец Сталин рассчитывает, что Америка вступит в войну. И тогда года через три мы окажемся совершенно обескровленными. И вот тогда он и нападет. А фюрер не может себе позволить, чтобы Сталин обманул его. Господин Шильхник прибыл к нам, чтобы помочь подготовить договор между Германией и Японией. Военный. Ты понимаешь? Так что мы тут без тебя. Так все-таки война с Россией. Ну, а как же пакт? Доктор Зорге. Эй, Ген. Мне нужны последние сводки и документы, что ли. Необходимая война на столе. Возвращайся быстрее. Без тебя тут скучно. Благодарю вас. Ваша сосиска. Простите. Рихард, дорогой, я думаю, что все это может подождать и до завтра. Предлагаю выпить что-нибудь покрепче. Господин полковник, честно, я сам хочу сбежать, чтобы избавиться от обязанностей продавца сосисок. Да, если вы хотите иметь маломальский приличный анализ ситуации, то мне надо подготовиться. Извините. Благодарю вас. Рихард, ну, будем танцевать? Обязательно, батя. Обязательно. А сейчас у меня к вам ответственное задание. Держите. Вы должны распродать все эти сосиски, а деньги отдать госпоже. Вот так. Так. Вы знаете, что эти деньги пойдут на благотворительные нужды? Да. Я думаю, что у такой красивой девушки, как вы, это получится гораздо лучше, чем у такого старого ворона, как я. Итак, попробуйте. Сосиски. Знаю, знаю. Аншигер. Они вечны, как время и свежи, как газетные новости. Покупайте сосиски и горчицу бесплатно. Хорошо. Идите. Сосиски и аншигер. Они вечны, как время и свежи, как газетные новости. Покупайте сосиски. Горчица бесплатно. Сосиски и аншигер. Горчица бесплатно. Сосиски и аншигер. Есть сигнал? Нет. Понятно. Продолжайте слушать. АГРА. ИТИН wie у что? Продолжение следует... Доктор Зорге, ну нельзя же столько работать. Я продала все сосиски. Господин посол велел вас отсюда вытащить. Без вас там такая скука. Даже потанцевать не с кем. Все вьются вокруг берлинского гостя, как будто нет ничего важнее этих сплетен, что он привез. Ага. Вась, что ты за сплетни, дорогая патрица? Представляете, во всей Германии введены продовольственные карточки. Как хорошо, что мы все-таки здесь. И так хочется потанцевать. И не думать обо всех этих ужасах. Все только и шепчут, что о новой войне, Рихард. Я приду ровно через пятнадцать минут. Только уберу документы на место. Через десять. Хорошо. Через десять. Только не сдавайте ни с кем танцевать. Дуэли нам сейчас не нужны. Ха-ха-ха-ха-ха. Ух. КОНЕЦ 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 Рихард! Ты с ума сош… Рихард! Плевать! Три подряд. Подумай о своем здоровье. Ты мне нужен, пошли. Три подряд! ГУДИТ Что случилось? В Берлине окончательно принято решение о нападении Германии на Советский Союз. В данный момент ведется окончательная разработка плана нападения под кодом названием «Барбароса». Когда? Сразу после завершения военных действий в Европе. Думаю, конец мая 41-го года. Плёнку надо срочно проявить, а мне надо к Максу. Мне социальное донесение надо предупредить в Москву. Достой. Ты бледен? Опять сердце? Так к чёрту твоё сердце. Подожди. Как ты поедешь? На мотоцикле. Ика, ты перебрал. Ты забыл, что я профессиональный гонщик? Я поехал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все хорошо, доктор Зоркий. Вы в больнице Святого Луки. Слава Богу, он живет. Звоните Максу Клаузену, срочно вызовите его сюда. Хорошо, доктор Зоркий. Закрывайте глаза, вам нужно заснуть. В вашем положении лучше ни о чем не думать. Звоните Максу Клаузену, срочно. Это мой долг журналиста. Хорошо, доктор Зоркий. Марта, позвоните господину Клаузену и сообщите в полицию. Пусть приедут, составят протокол, опишут вещи и документы пациента. И срочно готовьте его на перевязку. Макс Клаузен. Макс Клаузен. Макс Клаузен. Макс Клаузен. Анна, где мой паспорт? Что случилось? Несчастье. Какое несчастье? Рикард разбился. У него наверняка с собой документы. Это провал. Так, не паникуй. Что? Возьми себя в руки. Возьми себя в руки. Теперь, все, я поехал. Возьми себя в руки. Возьми себя в руки. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Давайте снимем пиджак. Нет. Но нам надо вас осмотреть. Мне нужен Макс Клаузер. Рихард, что с ним? Авария. По-моему, у него инфаркт. Макс. Вы не могли бы нас оставить на минутку? Только на минутку. Ты как? В левом внутреннем кармане пиджака. Срочно передать в центр, Макс. Война. Я… Доктор! Отойдите, отойдите! Спокойно, господин Клаузов. Удивительно, что он так долго оставался в сознании. Срочно в операционную. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Ну и все, можно его уже уложить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Простите. Простите, пожалуйста. Где можно увидеть господина Зорги? А вы кто ему, простите, милый фролю? Я его... его друг. Он очень пострадал. Он ведь живой, да? Ну, ему уже лучше. Но у него инфаркт. Поэтому ему нужен покой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Подождите. Пожалуйста. Он совершенно не переносит больницы и все такое. Ему не будет здесь спокойно. Можно я увезу его домой? Ну, вы понимаете, что за ним нужен уход? Я все умею. Я обеспечу ему уход. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, хорошо. Пойдемте. Мама, проходите. К ним проходите. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Рихард. Рихард… Рихард… Ну, что ты? Не надо. Не надо. Чёрт. Скажите, где палата Зорги? Вам туда. Я буду за тобой ухаживать, делать тебе уколы. Рихард, я всегда буду рядом с тобой. На, попей. Да. Тихонько, тихонько. Зачем тебе нужна такая старая разумина? С инфаркта в придачу. Зачем ты так говоришь? Я никогда не оставлю тебя. Рихард… Эльма… Как ты? Спасибо. Уже лучше. Муж… Я просто сошла… Ладно. Не буду вам мешать. Герма… Муж ждёт. Герма… Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Все, 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 все. Тихо, тихо… Эть… Тихо. Тихо, тихо. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Гитлер уверяет Сталина, все это делается для того, чтобы обмануть англичан. 1 мая на Красной площади проходит военный парад. Приглашены представители командования вермахта. Сталин хочет впечатлить своих официальных друзей советской военной мощью. Однако Гитлер не хуже него понимает. Советы все еще не готовы к войне. Но через год надо торопиться. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Передайте вашему Тупикову, чтобы он послал свой источник к хедреной матери. Это не источник, а это дезинформатор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дмитрий Сталин, информация о том, что Гитлер нападет на наши границы, приходит из разных источников. Например? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. Рамзай. Это говорит о том, что это фальшивка. Вы думаете, мы не знаем, чем он там занимается? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иранствует. А недавно пьяный разбился на мотоцикле. Напился, разбился и несет чушь. Это был несчастный случай. У него инфаркт. Я не хочу больше об этом слышать. Гитлер, конечно, авантюрист, но не дурак, чтобы вести войну на два фронта. Ему нужна ближневосточная нефть. Иран. Вот куда он пойдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что случилось? Ты что-то говорил во сне, истанул. Вот я и пришла. Что-то ты никак не идешь на поправку. Да, после аварии уже месяц прошел. Выпей чай. Давай. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А скажи мне, зачем я тебе нужен? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вышла бы замуж за хорошего человека. Была бы счастлива. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет уж, лучше на Мехару. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а при чем здесь полкан? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этом кратере кончают свою жизнь, отвергнутые, любимым человеком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, скажи мне, а если бы я тогда не выжил, когда разбился на мотоцикле, ты что бы сделала? Я тоже не стала бы жить. Мне с тобой хорошо. Газеты! Свежие газеты! Спасибо! Макс! На-ка смотри, я думаю, что мне будет интересно. Что ты там? Шлезингер передал, чтобы я за него написал доклад его начальства в Берлин. Ну, а здесь взаимодействие немецкой разведки и комбинтай. Самый важный вопрос. Техническое описание новейших эллингаторов Семенса. Очень интересно. Это не интересно, Макс. Это вопрос жизни и смерти. Угу. Можешь оставить? Нет. Это секретная папка, Макс. Читаю и думай. Сможем их обмануть. Макс. 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 Ты что? Опять на мотоцикле? Это же опасно! Я буду ездить. Осторожно, я за тобой. Освобожу через минутку. Давай. Фигарки. Мне нужно по работе. Все время, Верка, мальчишка, мы с Мюллером… Вот эта папка, которую я тебе дала, она секретная. Никому. Никому. Ну, говоришь, я пьян, да? Ты должен следить за оптом. Ну-ка, ушел? Ты знаешь, что вот путался с этим шляхером? Знаю. А что шляхер участвовал в пуще против фюрера и ее расстреляли, как собаку? Ты тоже знаешь, да? Знаю. Все ты знаешь. Тебе надо работать в кестапу. Очень интересная работа. Ты знаешь, Павел, мне больше нравится работать с журналистами. Послушай, Ика. Тоже я тебе сейчас скажу. Внимательно не забудь, как будто я тебе ничего не говорю. Так. В воскресенье начнется война. Вот и нет никаких сведений. Вот и… У каждого свои каналы, информации. Девять дивизий. Сто пятьдесят армий. На границе с русскими. Война, Рихард. Ну, никому ни слова. Это очень серьезно, Рихард. Все. Я могу у тебя было? Да. Есть прикурить? Не курю. Извините. Девять дивизий. Материна, Рихард. Автор. Возвращаемся. 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 Извините. Поехали! Ты читал сообщение ТАССу? Нет. Чего? Что там? ТАСС уполномочен заявить, что слухи о нападении Германии на СССР лишены всякой почвы. Как так? Он что, опять не поверил нам? В течение последних трех месяцев мы постоянно информировали центр о противоположном. Может это такой ход, чтобы дезинформировать противника? Ход. По данным СССР, Германия также неуклонно соблюдает германо-советский пакт, как и Советский Союз. Ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать, порвать пакты, предпринять попытки нападения на Советский Союз, лишены всякой почвы. Почему? Почему они не доверяют нам? Если бы не доверяли, не оставили бы нас здесь. Может быть, мы что-то не знаем? Очень красиво. Очень. Ангел, как тебе все это идет? Будь моей волей, я б каждый день покупал тебе самые дорогие украшения. Каждый день – это слишком. А вот через день – в самый раз. А я сейчас. Привет, Рикард. Какими эдрами? Да мимо проходил. Получил деньги за большой заказ. Решил порадовать Анну. Вижу. Мы с ними. И как? Жизнь продолжается. Нужно жить дальше. Ты прав. Жизнь продолжается. Но прекратилась финансирование группы. Что ж у нас осталось? То, что зарабатываем я и ты. Пошло все к черту. Мы тут работаем, получаем инфаркты. Будем под смертью. Там нам видели. Не верят. Так ради чего, Рихард? Ты коммунист. Рихард, ну, это мои деньги. Я их, честно, заработал. Своими руками, мозгами день и ночь пропадаю в мастерскую. Твоя мастерская куплена на деньги Советского Союза. Привет, Рихард. Привет. Привет, Анечка. Дорогой мой, я очень тебе благодарна. Да знаешь, я о чем подумала? Ты обязательно мне купишь это колье, просто сделаешь это в другой раз. Хорошо? Ты думаешь, мы ничего не понимаем, Рихард? Мы все понимаем. Но весь этот ужас, который творится вокруг. Постоянные разговоры о войне. Недоверие центра. А мы живые люди. И жизнь продолжается. Мы продолжаем работать. Слышит нас или не слышит, мы должны делать то, что мы должны делать. И работы будет еще больше. Есть информация? Есть, но не подтверждено. Что? Война. Да. Война. Война. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, слушаю... Алло, Рихард... Да... Послушай... Я битый час ходил по магазинам, но... Не волнуйся, ничего страшного... Мы что-нибудь придумаем... Хорошо... Странно... Столько поставлено на карту... Он спокоен... Да... Статэтка хорошая... Жаль, что пришлось ее испортить... Я купил ее в антикварной лавке на Гинзе... Не знаю, чем понравилось... Значит, умеет хранить секрет... Связник появится через две недели... Можно передать информацию через него... Ребята, через две недели эта информация будет не актуальна и никому не нужна... Информацию надо передавать сейчас... Лихард, я готова ехать... Но ты знаешь, что после объявления войны Япония закрыла границы... Я знаю, Анечка, я знаю... знаю... А что делать? Какую часть информации можно передать по радио? Ты по радио... Это количество информации будешь передавать две недели... Макс, о чем ты говоришь? Это не вариант... Нет, ребята... Надо искать курьера... Я заходила в золото Рейдом... Знаю, что твоя Японка на работе... Гельма, я... Я очень виноват перед тобой... Ты свободный человек... Тебе не за чем оправдываться... Да нет, я... Я правда виноват... Все, что между нами произошло, это был романтический порыв... Мы хотели вернуться в свою юность... Ты знаешь, я очень рад, что эта попытка была... Поверь, что я был счастлив... Счастлив за очень многие, многие годы... Рихард, я пришла попрощаться... Уезжаю в Берлин... В Берлин? Да... Меня здесь больше ничего не держит... Ну, а что же тебя будет держать в Берлине? Ты что, забыл? У меня там дети... Ну, ты же говорила, что каждый из них живет теперь своей жизнью... Вот так... И каждый из них хочет связать свою жизнь с этой проклятой войной... Я так боюсь за них... Особенно за сына... И, конечно, мне сейчас лучше быть с ними... Может быть, удастся уберечь их от бездумных поступков, которые так свойственны юности... Ты летишь Берлин самолетом? Нет... Ты же знаешь, я боюсь летать... Буду добираться морем... Сначала до Шанхая... Оттуда домой... Придется целый день провести в этом... Чудовищном Шанхае... У меня в Шанхае куча друзей... Есть очень близкий друг, он может тебя встретить... Помучь, если хочешь... Да? Это было бы прекрасно... Если я не стану для него обузой... Да что ты... Он будет только счастлив... Да, кстати... Может быть, заодно передашь его... Вот эту статуэтку... Ты знаешь, он... Жуткий коллекционер вот этих самых вещиц... А я по случаю прикупил... Я передам... Прощай... 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 И постарайся быть счастливым... Прощай... 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 Поставить мне материалы... На немецкого журналиста Зорге... Вы обещали дать распоряжение... Но прошло много времени... А я так ничего и не получил... Какой немецкий журналист... Я тебе запретил упоминать об этом... Уясни, наконец, это не наше дело... Я не желаю, чтобы ты занимался всей этой чушью... Тем более прошло столько времени... Я должен доказать самому себе... Защитить свою честь... Я был в двух шагах от того, чтобы его раскрыть... Но вмешался подполковник Кавайи... И все испортил... Мало того, что он пренебрежительно отозвался обо всей нашей службе... И, извините... Лично о вас... Как он меня назвал? Я не хочу произносить это вслух... Всегда знал, что Кавайи подонок... Господин полковник, я снова обращаюсь к вам с просьбой... Прикажите, чтобы мне выдали дело без бюрократических проволочек... Я хочу доказать нашу правоту... Будь по-твоему... Я распоряжусь, чтобы тебе прислали информацию... Будь по-твоему... Сегодня последний день убо... Странный праздник для европейцев... Вы поминаете умерших, а все вокруг танцуют, поют... веселятся... А вот для нас в этом празднике ничего странного нет... По традиции считается, что душа умершего... Уплывает от нас по реке... Вот за этими фонариками... А потом, приняв другой облик... Душа возвращается... Умно... Да действительно не о чем говорить... Скажи... А... Почему на некоторых по два фонарика? Угу... Это супруги... Или влюбленные... Что они всегда одно и то же... Уверена... После того, как нас не станет... Наши с тобой души... Тоже уплывут на одном плоту... Господин Зоркий... Нам с тобой пока рано об этом думать... Уверена... Единственное, чем я не согласен с фюрером... Что курение – это декаденство и месть... Краснокожих делом за огненную воду... Да, борьба с курием в Германии приобретает птиц в нездоровой форме... А ты знаешь, что Гимнер запретил своим сотрудникам курить в рабочее рейсло? Но солдат не может не курить на войне... Я слышал... В Крыму замечательные табаки... Так значит, все-таки да? Да... И когда? 22 июня... Воскресенье... Ну, почему именно в воскресенье? Так, ты не знаешь? Наш фюрер принимает самые важные решения только по воскресеньям... Он верит в особенное предопределенное значение дней и чисел в своей жизни... В воскресенье – самый счастливый его день... Я приказал сотрудникам посольства дежурить в ночь с субботой на воскресенье... Германия нападет на Советский Союз через три дня... 22 июня... Четыре часа утра, Макс... Передавать... Да... Сейчас... Сейчас... Ты готов? Да... Да... Господин майор... Только что в центре города был пойман сигнал нового радиопередатчика... Мы их десятками ловим каждый день... Что тебя так заинтересовало? Судя по почерку, это тот самый радист, которого мы выслеживали в прошлом году... Тот радист упал со скалы, если ты помнишь. И по утверждению начальства, он был американцем. Прошу прощения, господин майор, но это точно тот самый радист. Он пытается шифроваться, менять свои манеры, но у него не получается. Я его узнал. Ты уверен? Откуда сигнал? В районе Адзабуку. Самый центр. В условиях города нужно действовать скрытно. Используем ранцевые пеленгаторы. Поднимай все подразделения. Выступаем сейчас же. Слушаюсь. Макс. Успокойся. Возьми смешку. Выдашь свой почерк. Успокойся. Господин майор, есть сигнал. Все по машинам. Отправляемся. По машинам. Отправляемся. По машинам. Отправляемся. Через минуту заканчивается время, Макс. Еще Москва молчит. Где подтверждение полученной информации. Почему тишина в эфире? Будем передавать еще раз. Будем повторять, пока не услышат. Готов? Да. Готовы? Да. Ждем ваших приказаний. Первый, второй взвод на связи? Так точно. Начинаем. Есть. Есть. Садимся. Быстрее, быстрее. Готовы, быстрее. Готовы. Надо передавать еще раз. Опасно. Нас могут засечь. На кону сотни тысяч жизней, Макс. Мы должны добиться, чтобы нас услышали. Да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Почему они не отвечают? Я не знаю, Макс. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Хозяин, нужно уходить! Полиция! Быстро все разбирай! Быстро! Отдай! Быстрее! Быстрее! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Уезжайте, хозяин. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Срочное донесение от Рамзая. Каков будет ответ? Никакого. Положи в папку сомнительное. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в четыре часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Ранним утром 22 июня войска немецкого вермахта по всей ширине Европейского фронта перешли в наступление на большевистскую Россию. Мы успели предупредить Москву? Так почему СССР застали врасплох? И почему немцы почти не встречают сопротивления? Ну, видимо, Москва нам не поверила. Центр на связь не выходит. Нас бросили, Хацан. Почему? Я не знаю. Работать дальше не уже никакого смысла. Надо распускать Европу. Что? Рихард? Как же так? Нам раньше не очень доверяли. Да не волнуйтесь. О вашем существовании знают лишь пара человек. Но зачистить хвосты не помешает. Так выходит, все зря, и мы рисковали напрасно? Теперь, когда мы нужнее всего, нас выбрасывают на помойку? Мы об этом мечтали? Я не верю в это. И не собираюсь сдаваться. Ты меня убедил когда-то, чтобы я сделал выбор. Моей жизнью стала борьба. И теперь она проиграна. У меня нет ответа на этот вопрос. Дамы и господа. Я предлагаю поднять этот тост за победу германского оружия. Ура! 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 А знаете, очень хорошо, что фюрер решил наказать русских. Ну, сколько раз он говорил о побережье Черного моря, о нефти, которой нам так нужны. Русские не пошли к нам навстречу. Пусть отвечают сами. Мы все возьмем силой. Рихард, говорят, на Черном море так красиво. Вы знали? Послушайте, вы. А что вы знаете о России? Она нас сотрет в порошок! Вихард! И правильно сделает! Вихард! 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 Прекрати разыгрывать из себя русского! Тебе это не идет! Пошли. Давай лучше выпьем с тобой за победу германского оружия и за фюрера. И пойдем спать. Ты явно перебрал сегодня. Вихард! Вихард! Не верите? А? Да и черт свалил! Господа, ну что вы, в самом деле, что он первый раз перебрал, что ли? Ничего страшного. А на-ка, сыграйте для нас что-нибудь веселое. Господа! Соотечественники, немцы, я поднимаю этот тост за нашего фюрера, за вождя германской нации, за победу немецкого оружия. Ура! 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 Ура Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok